Здесь есть площадь, принадлежащая Российской Федерации. Это федеральная земля, используемая не по назначению. Изменить целевое назначение предземельного участка это очень сложно. Потому что сам лицей, а может быть через 5 лет это станет уже частный университет, гимназия. Вот эта площадь, которая потенциально сейчас кажется лишней, она на будущее очень даже пригодится для цели образования процесса. Но что же нам, как нам поступить? Давайте искать разные варианты. Еще раз, я как медиатор буду просить вас забыть на время о вашем процессуальном, судебном статусе, о норме закона и немножко оторваться от нашей рутины, выдвигать самые смелые предположения. Итак, предположим, Марина, что вы выиграете в суде. Вы взыщите, у нас есть такое понятие, как неосновательное обогащение. Юриста формулирует его следующим образом. Лицо, которое неосновательно обогатило за счет потерпевшего другого лица, обязано возместить. Вы понимаете, бесплатных парковок не бывает в современном городе, да? В мегаполисе и так далее. Всегда благо является платными. Я понимаю, Марина, если ваш лист будет удовлетворен, давайте подумаем, что будет в следующем году. Взыщите, варится, 500 тысяч. Что произойдет дальше? То же самое и будет. Передет опять прокуратура. Только штрафы больше. Да, плюс. Ну, конечно, только предписание будет уже более серьезное. Вы предполагаете, что вот все эти несанкционированные постройки останутся на земельном участке? Я предполагаю, что да. Учитывая наше законодательство и, можно так говорить, взяточничество и все остальное, но это на самом деле так. К сожалению, как вы сказали, там есть покровители определенные, которые могут посодействовать, так это говорят, лохматой рукой. Поэтому я считаю, что да, придет прокуратура и, конечно же... Если правильно распозимаем, Марина, то вы испытываете большой пессимизм по поводу исполнения судебного решения на правде. Заметьте, я вот эти запрещенные слова удаляю. Я никакого отношения к коррупции и к тягам не выражаюсь. Я просто говорю, вы выражаете, если вас услышал, большое сомнение относительно исполнимости принятого решения. Уважаемая сторона, а вы что думаете? Ведь вы находитесь, компактно проживаете рядом, в этом земельном участке. Видимо, руководители ТСШ тоже заинтересованы в том, чтобы эта площадь ценилась, чтобы сюда охотно заезжали жители, арендовались квартиры, чтобы они высокоствовали в цене. Чтобы ваши строительные компании, я надеюсь, что это не единственная стройка у вас в городе, чтобы за вами шла хорошая репутация, как добросовестных исполнителей. Все в этом заинтересованы. Какие варианты вы еще видите? Давайте подумаем. Я считаю, что нет проблем у наших застройщиков, потому что дает разрешение администрация, администрация сама устранилась. Будет все дальше, так и будет происходить. А больше застройщиков нет на территории города, и поэтому больше обратиться, можно сказать, некому. Все равно лучше искать на своей территории застройщиков, что оно так и есть, чем привлекать, допустим, с какого-то другого города. Поэтому они вот сейчас сидят, они достойно, это я эмоционирую, они сидят, они спокойно, они застроят еще где-то, еще где-то, и это все будет разрешено. Правда, Юлия? Мы готовы к вам выйти на уступки. Я слышала ваше предложение, вы извините, но просто на сегодняшний день лицей финансируется очень хорошо, и у нас есть свои фитнес-центры. Фитнес-центры, извините, факультативы, поэтому у нас есть учителя физкультуры, преподаватели физкультуры, которые, я думаю, более квалифицированные, чем ваши, непонятно, с выписанными сертификатами. Поэтому, да, и затем... Марина Валерьевна, говорите, пожалуйста, о себе. Давайте такие... Я говорю, у нас есть квалифицированные специалисты, и мы... Спасибо. Мы плавно не предоставляем услуги, поэтому у нас все хорошо. Марина, разрешите, я поправлю опять к нашему предмету переговоров. Если я правильно понимаю, исходя из тех документов, которые вы представили, прокуратура требует убрать шлагбаум, убрать парковки, убрать гаражи, убрать детскую площадку. Я телеграфно-стиле перечисляю. Это так? Да. Так, еще раз, уважаемая сторона, вы это подтверждаете, да, Ирина, Юля? Мы подтверждаем, но мы не готовы... Не готовы. Давайте по факту, территория уже застроена, нам тоже такие убытки сейчас все это снести. Мы не готовы понести такие убытки. У нас все законно. А нам, как жителям, остаться без парковки, да, там, без гаража, без детской площадки, это вообще нерентабельно. И мы оплатили деньги... А вы же, женщина, определитесь, пожалуйста. Ну, он шум. И вы приходите ко мне в кабинет и говорите, нужно что-то... Нам жмело с одной стороны с дороги, а детскую площадку убирать нам никак нельзя. И мы за это заплатили, мы заехали, нам сделали ремонт, и мы требуем нормальных, достойных условий. А если все это убирать... Можно вопрос? Можно, можно, да. А до тех пор, пока конфликт не состоялся между нашими застройщиками и лицем, вас все устраивал, когда происходил опрос? Что будет площадка детская, да, робота? Это понятно, что все это мы смотрели при начале застройки, что мы знали, что там будет, да. Нас устраивало. Сейчас, на данный момент, так как затянулся конфликт, стороны не могут решить, и жители, получается, потом в конечном итоге пострадают. Если действительно будет решение, что убрать все застройки.